Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 25 августа у нас зафиксировано 144 новых случаев подтвержденных ПЦР, в том числе и в самое большое количество, это в городе Якутске 82 случая и 17 районах нашей республики. В Мирненском 13, в Верхневилюйском 7, в Алданском и Неренгринском 6, в Чуропчинском 5, в Кабяйском 4, в Вилюйском и Сунтарском по 3 случая, в Амгинском, Булунском, Верхоянском, Горный, Намском, Хангаласском по 2 случая, и Алаеховский, Мегиноконгаласский и Уссалданский по одному случаю. Надо отметить, что сегодня мы фиксируем, в том числе, случаи занесения инфекции в труднодоступные районы, что, конечно, является очень большим рисковым фактором, поскольку ограничить и применить все меры санэпидблагополучия на таких территориях практически невозможно. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на самоизоляцию лиц, прибывающих как из регионов нашей республики, так и за пределами нашей республики Якутии. За сутки проведено 3438 исследований. Всего за весь период отработано более 1 300 000 случаев тестов. Всего поступило у нас сегодня на территорию республики 414 355 доз вакцин. Первую вакцинацию завершили 308 800 человек, в том числе лица старше 60 лет 59 341 пациент. Вторую вакцинацию получили, то есть завершили вакцинальную кампанию 270 966 человек, в том числе лица старше 60 лет 54 147 человек. Таким образом, сегодня от плана вакцинации, который составляет сегодня 80% от популяции, мы использовали порядка 70% вакцин. Мы хотим сказать, что сегодня впервые, наверное, исторически на территории нашей республики имеется в наличии 102 000 дозы вакцин, и мы приглашаем всех на ревакцинацию. То есть на ревакцинацию подлежат лица, которые привились более 6 месяцев. Пожалуйста, подходите в пункты вакцинальные, которые имеются при поликлиниках. При необходимости мы сегодня готовы открывать дополнительные пункты, либо приезжать на предприятие для того, чтобы проводить ревакцинальную кампанию. Ревакцинацию можно проводить любую из вакцин, она не привязана к первым случаям вакцинации. То есть, к примеру, если вы привились спутником ВИ, не обязательно прививаться спутником ВИ. Можете выбрать любую вакцину, которая сегодня есть в республике. Это спутник ВИ, ЭПИВАК и спутник ЛАЙТ. Дальше хотелось бы сказать о том, что буквально приближается 1 сентября, и вчера вышел нормативный документ, где регламентировано в районах нашей республики проводить торжественные мероприятия, посвященные 1 сентября, в школах, дошкольных, образовательных учреждениях, в профессиональных образовательных учреждениях, высших учреждениях, по состоянию эпидемиологической ситуации непосредственно на территории того или иного населенного пункта. Решение будет принимать муниципальное образование, либо ректорат вузов, СУЗов и так далее. Следите за этой информацией в средствах массовой информации, популярных источников, которые являются государственными, и продолжайте все-таки вакцинироваться. Мы призываем вас всех пройти вакцинацию, потому что мы сегодня уже конкретно видим, что несмотря на то, что действительно люди заболевают, такие случаи случаются после вакцинации, но сегодня у нас в реанимационных отделениях 102 человека, и именно из этих лиц нет ни одного человека, который бы вакцинировался и заболел настолько тяжело. Всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok